Работодатель Сложно в суде доказать, что будет, если вы пишете заявление и не делаете такую ссылку. Как правило, это невозможно просто в суде, если не имеется каких-то дополнительных переписок. Сейчас переписка по электронной почте тоже является доказательством. Например, нередко бывают случаи, когда в суде подставляет работник переписку, в которой видно, что два учредителя, например, или два директора, например, генеральный, они между собой переписку ведут, что такого-то сотрудника необходимо уволить. Ну и каким-то образом эта переписка попадает в руки сотрудника, он ее надлежащим образом заверяет у нотариуса и, соответственно, представляет в суд. Но правильнее будет, если вы все-таки не будете писать заявление и сразу же обратитесь в трудовую инспекцию для вынесения предписания об устранении нарушения прав работника. Например, есть такая еще уловка у работодателя, они говорят, что все, завтра ты не выходишь на работу, например, да? Человек, думая, что все, его уволили, он не приходит на работу, работодатель засчитывает это как прогул и, соответственно, увольняет. Поэтому пока не вынесены приказы об вашем увольнении, вы работаете или, например, если вы приходите на работу и видите, что ваше рабочее место занято или работодатель вас просто не пускает на рабочее место, да, то необходимо сразу же обратиться либо в суд, либо в трудовую инспекцию. Помните, в случае незаконного увольнения у вас есть один месяц для обращения в суд с иском о восстановлении на работе.